Обрадовались. Информации стало много. Между прочим, мне этой информации и раньше хватало. Да. И раньше хватало. У нас и раньше бывало в газетах, в журналах, в книгах. Чего только не увидишь? Надо было суметь разглядеть. Так что я всё это читал по принципу «глаза и уши на ширину плеч». Помнишь, по телевизору сообщали, на Камчатке наводнение, но жертвы разрушений. Нет. Нет, потому что население заранее знало. Заранее знало и заблаговременно подготовилось. И тут же в прогнозе нашей погоды показывали Голландию. Которая вчера залила, а сегодня у нас был известен их ущерб. До Гульдина. То есть телевидение помогало наглядно представить, что может стихия, если застанет врасплох. Хорошо, у нас к стихийному бедствию всегда готовы. Только и ждут. А в Голландии не ждали. Правда, всё равно было тревожно. Голландцам помочь нельзя, но своим можно. Ведь на Камчатке под водой живут наши люди. Пожалуйста, месяца через три появлялся репортаж всех мест, в котором говорилось, что посёлок стал ещё краше, чем был раньше. И даже недавно вернулась собачка-дружок, про который все думали, что она утонула с колхозным стадом. Выходит, и без моей помощи сделали всё, что смогли. А лишние подробности зачем? Ну, не хотели меня волновать. Мыл, работай спокойно и будь готов к наводнению, когда скажут, чего ещё надо. А помнишь, как кричали, книг не всем хватает, книг, ну и что, книг не всем. Но газет же всегда было достаточно, правильно? И в газетах было написано, что книг не всем хватает. Потом эту газету, её просто надо было внимательно читать, вот так вот. Помнишь, на первой странице было крупно набрано про то, что сделано руками трудящихся, благодаря непрерывному творческому подъёму царящему в трудящихся. На четвёртой странице этой же газеты печатали филитон, в котором спрашивали, куда девать никому ненужные товары, выпущенные этими же трудящимися, на миллионы рублей. И на второй странице этой же газеты проблемная статья о формах оплаты труда, о том, чтобы тех, кто бьют баклуши, получали кто сколько набил, чего ещё надо. А разве не приятно было прочесть постановление по дальнейшему улучшению работы общественного транспорта. Мне было очень приятно, потому что если речь уже пошла о дальнейшем улучшении, значит, те, кто постановление принимал, были в курсе того, как там уже хорошо. И не исключено, что кто-то из них посетил автобус в час пик. Причём посетил лично, потому как сопровождающие лица вряд ли смогли влезть. А раз постановление принято, я как считал, что-то обязательно произойдёт. Кому-то пригрозят, а остановки будут объявлять громче, чем раньше. Поэтому, когда меня из автобуса как пасту из тюбика выдавливали, я себя утешал мыслью, обо мне помню, чего ещё надо. На многое приоткрывала глаза литературка, большая газета, серьёзная. Она и тогда была не для дураков. Да, потому что с ростом статей и волной откликов насчёт алкоголизма я начал догадываться, что пьянство у нас имеет место, ты понимаешь? Несмотря на строительство новых библиотек, понимаешь? Но приведённые тут же рядом конкретные данные по алкоголикам Бельгии. Просто разрывали душу. Хотелось хоть чем-нибудь помочь, пока Бельгия не спилась окончательно. Ну, ты видишь, информации всегда было полно, её надо было правильно поглощать и умно анализировать, всё было бы ясно. Всё.